Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США обвинили Израиль в террористической атаке на иранские газопроводы. Газета New York Times сообщила, что за недавней террористической атакой на иранскую газотранспортную систему стоит Израиль. Израиль, по данным американских журналистов, не ссылающихся ни на какие источники, организовал силами спецслужб на этой неделе тайную операцию по подрыву ключевых магистральных иранских газопроводов для создания в Иране энергетического кризиса в отопительный период и остановки энергоемкого производства. Вчера министр нефти Ирана Джава Тулджи заявил в интервью иранским СМИ, что враг 14 февраля попытался посредством подрыва двух магистральных газопроводов одновременно на нескольких участках полностью остановить газоснабжение крупных городов, расположенных в центральной и северной части страны, что затронуло бы интересы миллионов жителей Ирана и тысяч иранских предприятий. Иранский министр назвал подрыв газопроводов актом саботажа и открытого террора, но при этом воздержался от обвинений в адрес Израиля или какой-либо другой страны, которой это может быть выгодно. Как недавно заявлял в интервью американскому журналисту российский президент, для того, чтобы выйти на след преступников, подорвавших российские газопроводы на дне Балтийского моря, достаточно ответить на два простых вопроса. Кому это выгодно и кто способен организовать проведение соответствующей операции? В случае с северными потоками под подозрение сразу же попали США. Белый дом, естественно, вину на себя брать не стал и с помощью подконтрольных СМИ попытался переложить ее на украинское руководство. Аналогичным образом США, возможно, решили поступить из Ирана. Американцы могут быть в наибольшей степени заинтересованы в ослаблении Ирана для восстановления своего влияния на Ближнем Востоке. Атака на иранские экзопроводы могла быть организована Белым домом в ответ на прокси-войну, которую проиранские силы сопротивления ведут США, Сирии, Ираке, Иордании и других странах. США сейчас пытаются сократить до минимума свои расходы на поддержку Украины и Израиля для высвобождения ресурсов для борьбы с Китаем в Азии. В этом смысле США должны быть прямо заинтересованы, чтобы дальнейшую помощь Украине в ее борьбе с Россией оказывали бы страны Европы, а ослаблением и дестабилизацией ситуации в Иране занялся бы Израиль. Друзья, для подписчиков закрытого канала «Ход мысли» доступен видеоролик на тему «Британские ученые сообщили, на каких условиях Россия готова завершить спецоперацию на Украине» и ее текстовая версия. Подписаться на закрытый канал «Ход мысли» со скидкой можно по ссылке в описании под этим видео. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.